Всем привет! Сегодня 25 апреля. Я вчера и сегодня высаживаю уже свои томаты. Но хочу с вами поделиться. Я немножко по-другому высажу. Не так, как в прошлом году говорила. Потому как погода у нас кошмарит. То жарко, то холодно. Почему я так делаю? Почва не прогрелась еще. Вот сегодня солнце прям вовсю. Я бегом тороплюсь и уже даже притеняю все. А ночью опять максимум плюс 4. Это максимум. А так плюс 1. Все, что сейчас. И почва плюс 6. Максимум 7 днем. Вот так прогрета. Поэтому я решила немножечко по-другому отступить. Как я делала всегда. И немножко по-другому. Значит так. Первое, к чему я приступаю рассады. Рассады. Это где-то за неделю я начинаю их выгуливать. Как говорится, на улицу или на терраску. Так как они в комнате нежные очень. И чтобы они привыкли. Ну, сами понимаете, нужно выгуливать. Это первое. Второе. Значит, если вы планируете заглубить, надо оборвать листики. Вот. Ну, я где-то заглубляю, смотря если какие высокоросые. Где-то не заглубляю. Пара томатов у меня высокоросых. Я их лежа. Первое вот там. Они высокоросые. Дебарао розовые. Поэтому я их лежа. Ну, я уже замульчировала. Я вчера их высадила. Вот. А так все остальные. Вот стоя в луночке. Вот. И расскажу, что я кладу в лунку. Вот. Значит, первое, значит, выгуливаю. Второе, значит, обрываю листья. Вот. Теперь за день нужно пролить. Я пролила. Ну, и вы хотите пролить, и хотите нет. Но я пролила все-таки янтарной кислотой за день. Для того, чтобы у меня вот к высадке корешочки уже активизировались. Вот. Ну, и можно, конечно, на ночь сбрызнуть и пинов. Чтобы они, ну, легче перенесли вот этот вот стресс такой. Вот. Ну, и дальше что? Копаю луночку. Луночки такие, ну, большие. Не знаю, будет видно вам или нет. Солнце. Вот. Я выкопала лунки. Значит, землю я выбрала. Ведро вот. Ее просеяла. Вот. Выбрала. И, значит, смотрите. Посыпала золой. Вот. Две луночки я подготовила. Вам покажу. Сюда два томатика высажу. Вот. Золой посыпала. Дальше. Что я делаю? Значит, луковую шелуху. Вот так вот. Пожменьки. Туда. Вот так. Очень хорошо. Я всегда вообще-то луковую шелуху. Теперь я измельчила. Я яичную скорлупу потно собирала. И также тоже пожменьки. Вот вам фосфор. Это натуральное. Все. Вот так вот. Луночки. И дальше еще немножечко я посушила корочки банана. Вот вам и калили. Ну, понемножечку. Вот так. Вот. Все это размешиваю. Вот так. Вот. Смешиваю все. Не знаю, будет ли видно. Чувство солнца мешает немножко. Получится ли. Увидите ли вы. Уже не оттуда. Но идет солнце. Так. И теперь все это я заливаю горячей водой. Ну, как горячей водой. Теплой. Градусов 50. Примерно так. Вот. Значит, воду я добавляю. Одну ложку суперфосфата. Одну ложку серно-кислого калия или сульфат калия. И ложку фитоспорина. Маточный раствор. Одну ложку фитоспорина. Вот на 10-литровое ведро. Все. Теперь я это заливаю в лунки. Вот так вот. По три кружечки. Вот. Вот этой теплой водой. Для чего? Для того, чтобы вот эта вот. Она прогрелась хорошо. Луночка. Земля. И корешкам было не так страшно туда погружаться. Первое. Второе. Значит, земля вокруг напитается всем этим калием и фосфором. то, что необходимо для наших корней. Ну, раньше я сыпала в сухую. А вот так как погода немножко, видите, такая прохладная по ночам. Первое. Второе. Все-таки здесь. Оно. Вот везде напитает почву. И корешочком уже будет как бы сразу такое питание. Вот. Дальше. Эту землю, которую я оттуда выбрала, просеяла. Значит, сюда я сразу для раскисления, значит, кладу на луночку ложку. У меня пушонка, и здесь можно мел. Так. Теперь. Так как сапропель для разрыхления. И сапропель. Сапропель и биогумус. И венмикулит для разрыхления. Вот так тороплюсь. Поэтому. Вот. Ну, вы это можете не класть. Если у вас раскислена почва, вы можете не ложить. Если у вас хорошие, уже с удобрением, все это можете не ложить. Ну, а я все это кладу, перемешиваю. И потом, когда поставлю стаканчики, значит, рассаду, вот этим грунтом я буду засыпать. Ну, вот. Смотрите, я принесла помидорчики. Вот. Видите, все томатики у меня уже либо цветут. Вот. Видите, абсолютно все. Либо вот эти вот немножечко пораньше. Здесь уже вот вообще такие вот яблочки. Если вам видно, не знаю, из-за этого солнца. Вот. Видите, уже такие. Вот. Все томатики уже цветущие. То есть им сегодня вот этим всем ровно два месяца. Вот эти немножечко раньше четыре куста. Они немножечко раньше, которые с яблочками. Итак, значит, что еще? Еще сюда луковую шелуху, яйцо дробленое, банан сухой. И из удобрений я немножечко ложу вот такой вот гуми-оми. Я всегда ее в прошлом году ложу. Ну, совсем по чуть-чуть. И почему я после того, как уже залила уже все водой горячей, значит, с удобрениями минеральными. А теперь я по краешку чуть-чуть положу. Видите, гуми-оми. Даже не полную ложечку. И вот так с краешку сейчас. Почему я не стала перемешивать ни в земле, ни в лунке. Чтобы корешочки пока не дойдут, это все будет потихонечку растворяться. И вот такого пролонгированного действия. И также немножечко еще положу. Вот у меня вот такой еще куриный перегной. Буквально по капельке. По несколько гранулок. Вот. Буквально раз, два, три. Все, достаточно. Ну, а здесь так же вот. И в эту луночку так же. Ну, сейчас не буду. Сейчас пока одну лунку сделать так. Все. Теперь смотрите. Значит, корешочки я вытащила и немножечко распотрошила. Видите? Чуть-чуть их распотрошила. Корневая очень хорошая. У всех очень хорошая. Вот. Чуть распотрошила, чтобы она уже начала как бы действовать. И теперь начинаем засыпать. Вот. Все это уже суперфосфат с калем пропитал всю землю. И теперь это я все перемешала вот в ведре. Видите? Все здесь. Сапропель. Вот. Мел. И белый гумус. Теперь вот все это будем засыпать. Вот этим вот просеянным, очень хорошим составом. Чтобы им было хорошо. Вот. Вокруг. Вот так. Засыпаем. Почему я так решила сделать? Да, чтобы, во-первых, корнем будет хорошо. Они сейчас начнут сразу же. Им, ну, не холодно. Не холодно. Земля-то все равно еще плохо прогретая. А вот этим горячим пролила, вот, им будет, они постепенно, постепенно будут переходить. Уже ночью понизится температура, но им здесь тепленько. Вот так. Вот так засыпаю. Все. Немножко приравниваю. Опять полью. Одной рукой плохо, конечно, у меня никуда поставить камеру. Все никак. Вот так. Еще можно. Значит, смотрите, одна столовая ложка суперфосфата и одна столовая ложка калия на ведро воды. Но это не на лунку, как многие советуют. На две лунки я все это разливаю. Все вот это сразу делаю по ведру. Это все на две луночки у меня. Лучше пусть немножко не докормить, чем перекормить. Особо вот они сейчас такие нежные. А вот проливаю опять этим же составом. Я проливаю. И после этого, конечно, надо будет замульчировать. Видите, 10 литров, значит, на лунку по 5 литров приходится. Сразу выливаю по 3 внутрь. Потом, когда посажу, еще. И после этого обязательно соломой, можно торфом. У кого что есть, можно просто агроспан положить. Но обязательно сейчас надо будет их и притянить. Потому что, видите, как так холодно, а так вот уже жарища. Светит такое солнце бешеное просто. Ну, градусов, наверное, будет 13-14 днем. Но, тем не менее, оно уже с утра вот смолит. Только позавчера там чуть ли не мороз был. Я там на маленькой грядке высадила еще 10 томатов. Так уж прям думала замерзнуть. Ну, вроде бы ничего. Там тоже уже с помидорками есть. Просто раньше их сеяла. Поэтому было же у меня раньше теплицы. Теперь теплицы нет. Но вот на эту грядочку сделала. Немножко натянула на нее. Вот так. Много теперь не будем. Вот 40 кустов. Здесь 20. И там 2 грядки по 10. И 40 кустов достаточно. Много тоже не нужно. Ну, вот так. И обязательно прижать. Вот так прижать, чтобы ровненько. Да, не сказала еще. Смотрите, расстояние я делаю с любыми. Низкорослые, среднерослые. Единственное, только высокорослые и среднерослые. 40 на 40. У меня и вот так вот от куста до куста 40 на 40. И вот так на грядке 40 на 40. Все. Только низкорослые там будут 30 на 30. Все. Вот. И скажу вам, я всегда так делаю. И по одному кусту сажаю. Я как-то один год посадила. Тоже посмотрела у кого-то. И посадила там чуть ли не 50. На 50 или на 60 даже. И еще в шахматном порядке. В общем, у меня помидор мало. Кустов мало. Помидор мало. Пространства большие. Это ни к чему. Они вон там в деревне вообще растут. Вот так один к одному. И все цветет. И все растет. И все пышет здоровьем. А здесь почему-то все не знают. Много земли, наверное. И вот так сажают. Я всегда сажаю. Я в теплицы высаживала вообще 80 кустов. Две грядки было по 4,5 метра. Но здесь уже решила по одному. Не надо много. Так я там по два в лунку сажала. Вообще в лунку вот так вот ставила два. В один угол, в другой угол. И по два сажала. И так же точно все хорошо. Они вызревали, хорошо росли. Ничего там не было густо. Можете посмотреть мое прошлогоднее, позапрошлогоднее видео. Но в этом году решила так. По одному через каждые 40 сантиметров. И так 40 сантиметров. И так 40 сантиметров. Ну все вроде бы рассказала. Смотрите, значит, притянить обязательно. Потому что солнце злое. Вот. Хотя вон видите, ветер сейчас и все. И замульчировать. Чем есть, замульчируйте. Но обязательно надо замульчировать. Потому что 2 недели теперь поливать не будем. Этого достаточно. Вот 5 литров, считайте, я вылила на одну лунку. 3 сразу она вся пропиталась. Вот. И после посадки, значит, еще 2 литра. 5 литров. Этого достаточно. Но если будет уже сильная жара, то дней 10 можно. Вот так. Ну после 10 дней уже нужно смотреть, как они листики. Невялые. Вот. Если все будет нормально, то значит, выдержать 2 недели надо обязательно. Для чего надо выдержать это? Этой влаги достаточно. И у вас корни начнут работать. И по сторонам расходиться. А если вы начнете их поливать часто, корни будут ленивые. Я уже знаю, на собственном опыте. Бывало, бывает осенью, когда их выдираешь, выкапываешь, достанешь, в каком стаканчике посадил, вот такая корневая и осталась. Почему? Да потому что я все время поливаю и поливаю. Мне все кажется сухо. Гляну, сухо. А не надо так смотреть. Надо вон там. Ну, у меня, правда, был капельный полив, вот года 3 я или 4 попользовалась. Но теперь теплицы нет, все, капельного полива нет. Но здесь я как бы, у меня теперь квадратно-гнездовой способ получился. Я теперь сделаю, ну, я потом, наверное, видео сниму. Я на каждой 4 сделаю такие лунки, выкопаю вот здесь посредине. И туда траву и буду поливать. Но это я потом сниму видео, как я теперь будет у меня полив. Но вот так в лунки я больше, ну, как бы не поливаю. Вот только при высадке один раз и все. Вот. А так вообще, этот самый, в лунки поливать нежелательно. Потому что, ну, во-первых, земля вымывается. Во-вторых, этот поверхностный полив, он неправильный. Вот, все-таки корни должны искать влагу. Если вы все время сверху будете поливать, они ленивые, они никуда расти не будут. От этого и не будет никакого особого урожая. Так, будет, но мало не то, что должны отдавать томаты. Вот. По сортовым своим качествам. Мы же вот посадили, вот, я посадила вот это, это Мазарини, вот кустик. Вот еще один кустик. Вот. И его. Вот. Тоже он уже, видите, цветет. Вот сюда я в эту луночку теперь посажу. Цветет все. Это вот большая медведица тоже. Вон, смотрите, какие уже цветочки. Видите? И вот большая медведица. Вот. А это высокоростная. Вот они уже все с цветочками. Вот. Ну, и там. В общем, у меня все уже с цветочками. Все. Наверное, на этом я закончу. Если что-то пропустила, задавайте вопросы. Кому что-то интересное, задавайте вопросы. Отвечу. Все. Всем пока-пока. Хороших рассады, хороших помидор. Хорошо вам, чтобы все принялись. И дальнейших урожая. Пока-пока. Вот, похвастаюсь, какие у меня уже петуньки цветут. Видите? Во. Похвастаюсь немножко своими цветочками. Вот уже петуньки тут много. А вот здесь у меня и была теплица. Вот она. Вот теперь здесь цветов насажала. Вот так. Хватит теперь и этого маленького для томата. Все. Пока-пока. Ой, вот еще вытащила тоже огурчик у меня на окне. Вырос. Видите? Уже какие огурчики. Ну, вот полтора метра я его уже обкарнала. Вынесла тоже погулять. Вот, скоро, может быть, уже высадить бы. Ну, какая погода будет. Нет, пускай. Ну, уже три огурчика слопала. Все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok